О самых заметных событиях данного участка в стране и в мире расскажу в ближайшие несколько минут в студии Вера Захарчук. Здравствуйте. В семье в связи с подъемом уровня воды на Иртыше проводятся взрывные работы. Это позволит избежать заторов и повторного затопления. Наш корреспондент в регионе Руслан Шакобаев находится на месте. Сейчас он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Руслан. Расскажите, какая обстановка в городе и как проходят взрывные работы? Здравствуйте, Вера. Вот уже второй день все службы города находятся в чрезвычайном режиме. Больше часа назад на Иртыше был произведен первый взрыв. Для этого из Усть-Каменогорска прибыла группа специалистов. Чтобы избежать заторов на Иртыше и повторного затопления, планируется произвести три взрыва на разных участках реки. Жители заранее предупредили о проводимых работах. Всего будет использовано больше трех тонн взрывчатки. Отмечу, что подтопления пошли после того, как произошел сброс воды с Шульбинского водохранилища. Уровень реки поднялся до критического уровня до 500 сантиметров. Причем объем взроса не был согласован с местными властями. Давайте послушаем, что об этом говорит Аким Города Ермак Салимов. Это не фактор природный. Это человеческий фактор. Дело в том, что начиная с 1 марта на Шульбинской гидроэлектростанции ведутся попуски. Попуски шли буквально в объемах 500-650 кубических метров в секунду. И последние два дня резко увеличились в три с половиной раза. До 1800 кубов в час. Безусловно, эта вся масса ненужной нам сегодня воды пришла в город Семей и начала подтапливать нас в те участки, которые находятся в фойме нашей реки. Они обязаны нас предупреждать, местные исполнительные органы. Нужно совместно вырабатывать комплекс этих решений. Они, безусловно, не должны и обязаны надлежащим образом нас предупреждать об этих попусках. В верхней части города вода в реке понемногу спадает. На самом острове Полковничьей критическая ситуация уже миновала. Всего в этом жилом массиве были потоплены 9 домов. Создана комиссия, которая подсчитает материальный ущерб. Хочется добавить, что сбросы Шульбинского водохранилища все еще продолжаются. И сейчас под угрозой сдопления находится еще и поселок Лодочный. У меня пока эта вся информация на этот час. Вера. Руслан, спасибо. Руслан Шакобаев рассказал о ситуации на РТШ. Там проходят взрывные работы, чтобы избежать повторных затоплений в регионе. А мы продолжим выпуск с другими темами. В Южно-Казахстанской области в этом году строят больше 170 многоэтажных домов. Это 600 тысяч квадратных метров жилья или порядка 9 тысяч квартир. Две трети из них сдадут в эксплуатацию уже в этом году. С реализацией пяти социальных инициатив темпы строительства увеличатся, уверены строители. А значит и число очередников на жилплощадь сократится. Больше 15 лет Мадина Кистаубаева проработала на госслужбе, но собственным жильем так и не обзавелась. Шестилетняя дочка Даяна, она живет в арендованной квартире. Зарплата у нас не позволяет, в общем, чтобы купить, приобрести, чтобы и квартиру оплатить, и еще и товары, продукты на продукты, на одежду, все такое. Это никак не получится. Вот президентская программа 7-20-25 очень приемлемая и удобная для бюджетников, я так считаю. 7% годовых на 20% госпремии и на 25 лет. В городе сейчас возводят 171 многоэтажный дом на 600 тысяч квадратных метров. Больше половины из них за счет частных застройщиков. Для них мы создаем инкубаторские условия в виде земельного участка, в виде подведенной инфраструктуры. Бизнес, когда видит, что эти дома будут завтра обеспечены, нуждающиеся, могут иметь доступ к более доступным кредитам через банки второго уровня и так далее, и так далее. Естественно, бизнес тоже охотно идет. Предугадывая вероятный спрос, бизнес охотно идет в строительство, что стимулирует в целом экономику города. На 2018 год 9 тысяч квартир, где-то 2-3 года, до 30 дойдем. Темпы строительства, именно жилья показывают о том, что проблему, которую мы имеем, ее можно быстрее решить. Для этого у нас хватает на строительный потенциал. Между тем, в очереди на квартиры в Шымкенте сегодня 35 тысяч семей. В Пекине прошел круглый стол на тему Казахстана и Китая в новую эпоху взаимодействия. Участники обсудили пять социальных инициатив Нурсултана Назарбаева, а также будущее казахстанско-китайского сотрудничества. Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев отметил, что наша страна заинтересована в укреплении и развитии взаимовыгодных и дружественных отношений с КНР. Дипломат подчеркнул также высокий уровень политического диалога и экономической повестки между двумя странами. Участники круглого стола отметили сопряжение подходов программы Нурлыжоу и «Один пояс – один путь», а также схожесть основных целей программных посланий глав Казахстана и Китая. Я хочу отдельно отметить послание и пять социальных инициатив президента Казахстана. В теории социализм с китайской спецификой председателя Си Цзиньпиня рассматриваются похожие задачи. Программы предусматривают улучшение благосостояния населения. Сегодня мы обсуждали связанные с этим идеи и делились мнениями. Миролюбивый потенциал Казахстана высоко оценивают в мире. Успешные межсирийские переговоры в Астане стали хорошим доказательством этому. Об этом в Брюсселе в интервью нашему телеканалу заявил старший редактор европейского журнала «Еуроактив» Георгий Готев. Цитирую, в Совете безопасности ООН мирные приоритеты Казахстана являются очень актуальными. При сегодняшней угрозе распространения ядерного оружия опыт Казахстана в этой сфере может быть очень полезным. Казахстан выступает от имени всей Центральной Азии, поэтому этот голос всех пяти стран региона и это усиливает инициативу Астаны. Конец цитат. Центральная Азия стала более единым регионом за последние месяцы именно под лидерством Казахстана, поскольку ваша страна является сейчас непостоянным членом Совета безопасности ООН. В отношении глобальной безопасности Евросоюз осознает усилия Казахстана в разрешении многих конфликтов. Это не только Афганистан, который находится очень близко, но и процесс по урегулированию сирийского конфликта в Астане, а также сотрудничество Казахстана в отношениях России и Украины. Казахстан – важный международный игрок с инициативами по ядерному разоружению и созданию зон свободных от ядерного оружия. И это очень важный вклад в укрепление мировой безопасности. Абдул-Фатах Ас-Сиси СУ свои голоса отдали 250 тысяч граждан. Напомню, будущего главу государства в Египте выбирают только из двух кандидатов. Ожидается, что результаты голосования обнародуют 2 апреля. Всего в избирательных списках значится около 60 миллионов граждан страны. Явка избирателей сегодня намного выше, наверное, потому что это последний день голосования. У людей больше не будет шанса проголосовать на текущих президентских выборах. В ожидании нового правительства находится Италия. Кресло премьер-министра страны остается свободным спустя три недели после выборов. Очевидного победителя голосование не определило. Абсолютного большинства мест в парламенте не завоевала ни одна из политических партий. И в сложившейся ситуации имя будущего главы Кабмина никто предсказать не берется. Из Италии наш собственный корреспондент Юлия Гончар. Популистское движение «Пять звезд» становится первой политической партией в составе нового парламента, а коалиция правоцентристов – крупнейшим блоком. Объединившись, две основные политические силы могли бы составить правительство Италии. Способность договариваться они уже продемонстрировали, разделив между собой два важнейших поста в парламенте. Работа парламента началась с верного шага. От единой коалиции правоцентристов на пост председателя Сената впервые в истории избрана женщина – Элизабетта Кассилатти. По значению это вторая государственная должность. В это же время за движением «Пяти звезд» признано председательство в Нижней палате. И правоцентристы, и движение «Пяти звезд» возможностей союза рассматривают, но нерешенных вопросов еще слишком много. Кто из лидеров займет кресло премьера? И какова роль Берлускони в гипотетической сделке? По итогам выборов место лидера коалиции, отодвинув Сильвио, занял молодой Матео Сальвини. Если союз и состоится, то между популистами и его радикальной лигой. Народные художники Сальвини и Демайо уже обручили. Но ничего еще не решено, и прогнозировать развитие событий политологи не берутся. Не думаю, что дальнейшее развитие событий можно предсказать. Любой, кто дает сейчас прогноз и говорит о том, что закончится эта история, лжет. Потому что итог происходящего действительно сложно предвидеть. Пока политики присматриваются друг к другу, среди населения растет беспокойство. Я немного встревожен. Слишком долго политики играют свои игры и играют, в конце концов, за интересы собственные, не за страну. Что я об этом думаю? А они что об этом думают? Пришло время действовать или нет? Потому что народ устал. Кто же возглавит правительство Италии и сформирует Кабмин? Все карты сейчас сосредоточены в руках у президента страны Серджио Мотореллы. Именно он должен назвать имя нового лидера. На следующей неделе, после католической Пасхи, глава государства соберет представителей политических партий на первую консультацию. Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар, 24, Италия. В Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей. Один человек погиб, еще четверо госпитализированные в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в промышленном районе города. По словам полицейских, водитель фургона совершил наезд на людей намеренно. По данным СМИ, до происшествия между водителем фургона и группой из пяти человек произошел конфликт. По словам очевидцев, мужчина вышел из машины, держа в руках предмет, похожий на топор, и попытался напасть на обидчиков. Но те его обезоружили. Тогда водитель сел в машину и направил ее на тротуар, где стояли люди. Сейчас полиция ведет поиск подозреваемого. Отмечу, власти заявили, что не считают произошедшее терактом. По меньшей мере 68 человек погибли в результате бунта и пожара в тюрьме венесуэльского штата Карабоба. Власти уже подтвердили эту цифру. Причина трагедии пока не ясна. Сообщается, что среди жертв могут быть женщины, пришедшие навестить заключенных. Всего в центре содержалось более 100 человек. У здания собрались родственники и близкие заключенных. Представителям правопорядка пришлось применить слесоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Сейчас район тюрьмы отцеплен полицией. Ведется следствие. Я пришла сюда, чтобы узнать о состоянии своего брата. Нам говорят, в тюрьме очень много жертв. Есть погибший и раненый. Мы ничего не знаем. Никто не дает подробную информацию. Отмечу бунты в венесуэльских тюрьмах не редкость. Один из самых крупных произошел в 2013 году в городе Баркисимета. Тогда погиб 61 человек. Еще 120 получили ранения. Бросил родителей – сядешь в тюрьму. Депутаты парламента Кыргызстана предлагают ввести уголовную ответственность для тех, кто не хочет заботиться о пожилых матерях и отцах. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Теперь предстоит узнать, можно ли привить подсчет и уважение к старшим под угрозой наказания. Подробности материаля Бакыта Чермашева. Инициаторы законопроекта опираются на официальную статистику. По имеющимся данным, в последние годы в дома престарелых попадает все больше стариков. В 2015 году таких насчитывалось 500 человек. Спустя всего год в два раза больше. Как говорится в обосновании к документу, все чаще совершеннолетние трудоспособные дети оставляют нуждающихся в материальной помощи родителей в домах для престарелых людей без уважительных причин. Однако социальные работники говорят, что в таком случае старикам хотя бы можно помочь. Какова их судьба будет дальнейшая? Если у него уже закралась мысль, отец или бабушка лишние, надо бы сдать и так далее. Но боясь вот этого процесса, они будут держать. Не озлобит ли их еще дальше? Вполне возможно, что озлобит. Ведь депутаты предлагают лишать свободы на два года тех детей, которые сдали своих родителей в дома престарелых без видимых на то причин. Если есть некие смягчающие обстоятельства, то наказывать штрафом. Причем если нарушитель будет пойман во второй раз, то сумма штрафа увеличивается, а условия отбывания заключения ужесточаются. Впрочем, лишение свободы, по мнению самих пожилых людей, слишком суровое наказание. Или время сейчас такое, или дети не понимают, что делают. Но считаю, что нужно молодежи объяснять, что забота о родителях – это их святая обязанность. Нужно сделать все, чтобы домов престарелых было как можно меньше. Потому что в нашей истории такого никогда не было. Чтобы мы сдавали наших родителей в дом для пожилых людей. Примечательно, что в Семейном кодексе уже есть 92-я статья о том, что трудоспособные дети должны заботиться о своих пожилых родителях. Но из-за того, что отцы и матери сами отказываются писать заявления на своих детей, которые оставляют их в домах престарелых, эта статья неэффективна. Законопроект вынесен на обсуждение буквально на днях, но уже есть первые отклики. Возможно, депутаты парламента и правы в том, что дети должны нести ответственность за своих пожилых родителей. Но вряд ли молодые люди вдруг станут высоконравственными и полюбят своих отцов и матерей только из-за боязни уголовной ответственности. Бакыч Румаша, официально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Историко-культурный центр первого президента Казахстана, лидера нации Атамикен, все больше привлекает внимание казахстанцев и зарубежных гостей. За три месяца со дня открытия музейный комплекс в Алматинской области принял больше 2000 посетителей. Частные инвесторы, принимавшие активное участие в строительстве комплекса, также решают и социальные вопросы местных жителей. Владимир Бовкис обо всем по порядку. Четыре зала отражают основные вехи истории первого президента. Здесь собраны уникальные экспонаты, включая вещи из домашней коллекции главы государства. Частые гости здесь – иностранцы. С начала года в историко-культурном центре Атамикен побывали больше 2000 человек. Нам приезжают дети со школы, взрослые, со всего Казахстана, также из-за границы, из Украины, из Турции, из России. Приезжали специально, чтобы посмотреть наш центр. У нас особый экспонат – это личные вещи президента, рабочий стол президента, также его рабочий костюм, который он одевал когда-то, вот один из первых костюмов. Также личные вещи его матери. И макеты, да, вот его дома, школ. На малой родине Елбасы в поселке Шамалгане забывают и о социальной ответственности бизнеса, о людях, которые находятся под опекой государства. Уже полностью заселен коттеджный городок из 17 домов, возведенных на деньги частных инвесторов. Чингис Мустафаев, инвалид первой группы по зрению, вместе с супругой воспитывает двоих сыновей. Ключи одного дома получил в октябре 2017-го. Когда вот по синоптике передавали, что вот такие-то морозы, там, пределах до 30-35-40 градусов, честно говоря, думал, что будет холодно, могут батареи не выдержать или что-то вроде этого. Нет, дома было очень тепло, уютно. Честно говоря, вот этих морозов, честно сказать, мы не почувствовали в доме. В местной администрации уверены, что пример социальной ответственности бизнеса в поселке Шамалган послужит стимулом для предпринимателей из других населенных пунктов. Владимир Бовкис, Валентин Лобанов, Алматинская область, Хабар-24. Прокат фильма «Шестой пост» в кинотеатрах страны продлен до середины апреля. Отечественная картина завоевала любовь и уважение зрителей. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли на западе Казахстана 8 лет назад. В центре драмы «Судьба двух бывших одноклассников» трагедия, которую пережили главные герои Ерлан и Даурен, не только разрушила их старую дружбу, но и развела их по разные стороны колючей проволоки. Фильм посмотрел и мой коллега Сабиба Бусинов. А Ирлан будет защищать Родину. Так точно. Этот фильм – настоящая жизнь с ее реальными событиями. Художественного вымысла – минимум. Картина «Шестой пост» – совместная работа агентства Хабаркина, студии АЮ Синема и Национальной гвардии Казахстана. Уже успела завоевать симпатии зрителей по всей стране. Широкий прокат. Фильм вышел 15 марта. Этот интерес, он растет с каждым днем. Мы поэтому продолжили показ этого фильма. Мы предполагали, что мы его покажем две недели, как обычно это бывает с казахстанскими фильмами. Но судя по тому, как нам пишут в социальных сетях, мы получаем эти отзывы. Приятные отзывы. Признать виновным Избасова Даурена Булатовича и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. В основе сюжета – жизнь двух давних друзей. После окончания школы судьба сводит их вновь. В колонии строгого режима, но по разные стороны колючей проволоки. Ирланд военнослужащий Даурен осужден за случайное убийство девушки, которую они оба когда-то любили. Герои среди нас. Герои живут рядом с нами. Герои служат на благо нашего Отечества. Естественно, конечно, работая над созданием данного фильма, над сценариями, мы, естественно, были уверены, что будет хороший успех. Потому что одной из проблем на сегодняшний день, которые в этом фильме затронут, это проблема борьбы с терроризмом, радикализмом и так далее. Реальное событие, описываемое в фильме, произошло в Казахстане в июне 2010 года. Тогда 20 опасных преступников-экстремистов пытались сбежать из тюрьмы в Актау. Герои лакуржиров! Фильм об истинном героизме, любви и дружбе. Как сложатся судьбы Ирлана и Даурена, какой выбор сделают солдаты-заключенные. И самое главное, как эти события повлияют на историю страны. Сложные судьбы, реальные события и реальные герои. Все это в фильме «Шестой пост». Сабиба Ибусинов, Каната Бильдин, Хабар 24, Астана. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что выбираете «Хабар-24». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»